Всем доброе утро! Сегодня 1 января, время уже, конечно, где-то начало 2-го, мы недавно проснулись, сейчас смотрим кино и едим бутерброды. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Артём сегодня впервые за время, когда мы ночуем вместе, не пошёл утром на работу, это так было необычно. Я проснулась, не надо никуда его собирать, никуда не надо уходить никому, то есть мы можем лежать, смотреть телевизор и ничего не делать. Да, такое редко бывает. Да, я думаю, что я даже сегодня не буду влог монтировать, хочу тоже себе сделать выходные настоящие. А мы едем к моей маме на обед, день 2. Вот хорошо, да? Первое число, да. Там пообедали, там пообедали. Наша машина осталась, моя машина, Opel, поэтому едем сейчас на Артёма машине. Вот он, кстати. Видели, скажи, да? Да. И Дима приедет в гости. Да, туда приедут Дима с Катей, со своей девушкой. И заберём свою машину и поедем домой смотреть опять какое-нибудь кино. И мы поняли, что у нас совершенно расходятся вкусы насчёт кино. Артём любит фантастику, а меня я над фантастикой стебусь. Мне постоянно вот эти все фразы, типа, что-то пошло не так. Берегись! Сюжет, может быть, и нравится в таких фильмах. О, подача. Очень мало фильмов, где такая реалистичная подача. В основном это как будто бы какая-то пародия на жизнь. Ну, может, ещё просто перевод такой, понимаешь? Ну, может, перевод такой, не знаю. Ну, вот я пыталась смотреть. Сегодня выбирали несколько фильмов. И тот, и тот, и тот. И опять сейчас напишите, что я зануда. Реальное более мне нравится. Я реалист. Вот и всё. Петя и Катя. Опа, пошла. Держи, держи. Ты веришь в благородство, она тебя расслабляет. Очень быстро расслабила и очень быстро стащила. Там чай ещё есть, если ты захочешь. Дима готовит своё коронное блюдо. Бананы в духовке. Мой банан не видно на моей тарелке. Мы ели когда-нибудь печёные, запечённые бананы. Это тебе в хирургии надо было податься. Так, пробуем сначала с шиканом. Горячий банан. Мне больше нравится с лимоном. Скажи. С лимоном вообще супер. День диванный продолжается. Так захотелось чипсов. Отлюживаем бочка. Ничего себе, я такие чипсы никогда не ела. Интересно. Сейчас попробуем. Вот такие вот чипсики сметана и лук. Лейс. Бери маленькие, разного вкуса. И лейс средний. Слушай, давай я их вот так открою. Вот тут дырочки попрорезаю. Будем есть чипсы и смотреть фильм «Я худею». Так намного удобнее. Не рассыпаются, не пачкается ничего вокруг. Удобно брать. Ну, мне не нравятся рифлёные именно. Они совсем другие. Они такие твёрдые. Жёсткие. Да нормально, блядь. Приятного всем аппетитика. Всем привет. Сегодня, не скажу какое число, а то скажите, что влоги выходят опоздание. Моя-яй. Ладно, 3 декабря. С большим опозданием. Января. 3 января. 2020 года. Я просто торможу, потому что мне сегодня сделали мини-операцию. Отрезали ухо. Покажи кусочек уха. Шутка. Ну, мини-операцию сделали, но не сухо. Долго он будет светить красным светом на меня? Вот тормоз нажал. Короче, я же хочу сделать вот этот зуб, который там дырка, типа, зуб есть, но кажется, что нет. Он сказал, хорошо, сделаем. Так лучше? Нет. Сделал наркоз мне. Убезболил. И потом я услышала слова. Ну, начнем с Дисней. Скальпель. Это как... В смысле? Я говорю, мне сегодня вечером сабантуй. Ничего-ничего. Нормально все будет. И, короче, начал он мне вырезать кусок Дисней. Сказал, что для того, чтобы к этому зубу приделать кусочек, который будет вот как раз закрывать вот эту дырку, нужно сначала добраться до его корня. А для этого нужно убрать кусок Дисней. Теперь мы ждем, пока она заживет. Потом он мне туда сделает еще, как бы, такой, часть зубика. Дорастит. А потом моя Дисна должна будет нарасти сверху на этот. Ну, короче. Если бы я знала, что это такой процесс длительный, я бы, может быть, и не согласилась. А может быть, и хорошо, что я не знала уже поздно делать шаги назад. И, наконец-то, у меня не будет казаться, что у меня там дырка. Ну, плохо, знаете что? Сегодня у нас встреча с девчонками, Айш, моим составом. И мы идем в ресторан, и мы хотим вкусно покушать и пообщаться. А у меня во рту такой привкус, как будто бы, ну, мне отрезали кусок Дисней и припалили потом это все еще чем-то горячим. А он еще эту медсестру просил подать то-то-то-то, я это все слышу, мне становится реально плохо. Потому что я очень впечатлительная и мнительная на эту тему. То есть он, когда сказал скальпель, сейчас будем разбираться с Дисной, я сразу себе представила, что он сейчас мне будет вырезать там что-то. Мне стало уже плохо, но я виду не подала. Думаю, так, я все победила, я большая девочка. Потом он там что-то ковырял, это было, знаете, так, что моя голова же вот так вот тряслась. В общем, ой, я не знаю, как я пережила это просто. Обычно я бы уже сто процентов потеряла сознание. Ну, как-то вот сдержалась. А потом он говорит, какой-то там пульпинатор. В общем, сказал он ей принести какую-то горячую штуку, которой он мне припаливал эту Дисну. Это было два раза, он сказал, полощите рот, сплёвывайте. Я представила сейчас, если я сплю, ну а там у меня куча крови, я точно сознание потеряю. И знаете что? Я сделала это с закрытыми глазами. Фу, боже мой, я не знаю, как я это пережила. Я бы никогда на это не согласилась, если бы он мне, конечно, рассказал, что это будет. Молодец, он что, не рассказал? Теперь у меня там открытая рана, где о том, что... Да, и как-то это будет. И это прям так ощущается, мне кажется, даже по дыханию. И я вот сильно переживаю, как я буду сегодня общаться с людьми. Наркос уже дошел? Если я на тебе проверю, я тебе что-нибудь скажу. А слышно от меня? Вот, конечно. Ну, серьезно. Да, слышно? Есть? Такое, как вот, знаешь, в стоматолуе в больнице. То есть, сижу и думаю, ё-моё. Ну, стоматолуе в больнице, это как лекарством, пломбами. А вот именно мясом, сыром и в больнице. Ну, этим, телятина тоже мы запекали. Ну, то есть, есть такое запекание. Так что ты ни с кем там не знакомишься. Ну, ты серьезно мне скажи, чтобы я понимала. Может, мне жвачку жевать. Да какую жвачку? Ничего не это, все нормально. Ну, на эту сторону. Ну, мне, понимаешь, мы будем общаться. Ну, как вот? Да вообще ничего не слышно. Вы там по рюмочке, я тебе говорю, и все будет нормально. Ничего не слышно. По рюмочке, то есть, когда по рюмочке, то потом не будет слышно, да? Конечно, вообще. Мы будем пить вино. Какой по рюмочке? Так, нормально. И сначала вино, потом шампанское, потом коньяк, потом виски и закончите водкой. Бей посуду, я плачу. Почему? Сегодня это произошло. Да ничего страшного, малыш. Все будет хорошо. Еще до сабантуя 2 часа. Все заживет, как на комсом, он тут быстрее заживает. Я всех предупрежу, что мне сегодня сделали мини-операцию на зубе, поэтому... Я о песне петь не буду. Поэтому, да, если вы слышите от меня странный, этот, душок, это моя Десна. Боже, какой ужас! Да ничего не слышно. А ну дыхни. Нет, ты сейчас скажешь, ничего не слышно, а мне не хочется. Я честно всегда говорю. Тебе делать неприятно. Я честно говорю, я честно скажу. Да не может не слышно быть. Штырит, честно скажи. Штырит. Я чувствую, у меня во рту такое, вроде я съела кусок сырого мяса. И оно застряло в зубах. Может, я чуть и не говорю, чем полоскать. Ничего вообще не сказал. Даже не сказал, можно кушать или нет. Капец. Что за стоматология? Очень дорогая стоматология, между прочим. Ну, тоже. Вот это попадус. Да ничего, я же делаю. Я буду сегодня как снежинка. Молчать. Вика, как дела? Пошли танцевать. Ну, да, ознакомиться сегодня точно не скидывай. Можно с вами познакомиться? Вы глупо понимаете? Ку-ку. Я вот подглядываю. Вам больше ничего перенести не надо? Нет. Иначе я пошел в соседнюю кабинку. Спрошу, не надо иметь, что-то будем. Ты, я смотрю, вообще страх потерял, да? Слушай, ну, я думаю, что надо взять такое, потому что, во-первых, оно теплое, во-вторых, оно очень простое, ну, вот, как бы без всяких выгиббонов. Такое классное, мне нравится. Уютное. Мне кажется, стильное. Мой любимый цвет. Мне в нем комфортно. Вот я себя ощущаю хорошо. А ну, да, я издалека. Ручку в карман хочется засунуть. Ну, как? По пятибалльной 4 плюс. По пятибалльной 4 плюс. Не, нормально. Артем. Это вообще выпускная платье. Где выпускная? Вот это что? Ну, если бы не вот там, а ну, покажи разрез. Да, там пуговички надо застегнуть. Там нет разреза. Если бы ровная снизу была, но меньше хвостов, то было бы лучше. Если бы там не таки эти, то было бы классно. Можно было заценить. Вот так. Вот так. На раз-два пойдет. Тут сюда, тут-тут-тут. Тут по плечам. Все нормально. Так, мы пришли в Коллинз. И вот такое платье не меряю. Ну, как бы мне здесь нравится вид и фасон. Но мне не ведет эта длина. У меня кривые ноги на этой длине. Но они мне кривоватые. Как у всех моделей, между прочим. Ну, и... Не, мне не нравится. Халатик. Чисто халатик. Чёрное не подержишь такое? Не. Нарядное платье мне дали. ПОДЛЕЙСКИЙ ПОДПИСМЕНТЫ КОНЕЦКИЙ ПОДПИСМЕНТЫ Это получился очень сборный блог, я вот сейчас как раз его монтирую, поняла, что вчера не досняла никакую концовку Потом мы еще пошли в ночной клуб, еще гуляли в ночном клубе, потом Артем нас забрал с девчонками, развез всех по домам Это было где-то в полвторого ночи, вот мы приехали домой, я еще поела холодца какого-то, короче, к ночи захотела есть И легли спать, все, хорошо погуляли с девочками, мне понравилось, пообщались, очень-очень душевно, душевно было все, классно Сейчас буду уже начинать, наверное, свой новый блог, поэтому этот заканчиваю Подписывайся на канал ВВиктория Вот так надо сказать, давай, да, надо, давай, приготовьтесь И подписывайся на канал ВВиктория ВВиктория